Нас начнут прессовать, а потом этот беспредел попадет в сети интернета. Поэтому готовься. Сейчас нас будут прессовать. Будут, будут. Мы же не снимаем, а видео откуда-то появляем. Если вы хотите ознакомиться, можете также заявление написать, сейчас перед судимой с вами не ознакомиться, если хотите. Судимое заседание сделано хогатайство под протокол, чтобы с перерывчиком, да? Угу. Все. Четненько. Четненько. Здравствуйте, посажаться. Присматривается гражданское дело. Поисково-публичное акционерное общество «Совкомбанок» Масла Денису Анатольевичу от сыскания задолженности по кредитному договору. И по встречному исковому заявлению Масла Дениса Анатольевича акционерному обществу «Совкомбанк» о признании договора незаключенным и применении последствий нарушительных сделок. Нет. У вас, разъясняю вам права, вы как лица участвующего в деле в праве знакомиться с материалами дела, делать выписки, из них представить доказательства, участвовать в их исследованиях, праве давать пояснение как пустой, так и письменной форме, разъясняя, что в соответствии со статьей 56 Гражданский официальный кодекс Российской Федерации должны будете раскрыть и доказать ваши возражения, в праве знакомиться с протоколом судебного заседания с протоколом аудиопротоколирования, приносить на него замечания в установленном законном строк, праве получать копию судебного постановления непосредственно на сайте суда через информационно-телеволюционную сеть интернет, также получать копию судебных документов в электронном виде, в праве обжалок приняты судебно. Кино, фото, видеосъемка, трансляция судебного заседания по радио, телевидению и информационно-телеволюционной сети интернет допускается только с разрешения суда с учетом мнения лиц участвующих в деле. При нарушении указанного порядка осуществления видеозаписи и трансляции судебного заседания, в том числе в сети интернет, в соответствии со статьями 105, 158 и 159 Гражданский профессиональный кодекс РФ, суд вправе наложить судебный штраф на присутствующих в судебном заседании, размер которой для граждан составляет до 5000 рублей. Также разъясняю, что в соответствии со статьей 17.3 Кодекса РФ в административных правонарушениях неисполнение распоряжения судей или судебного обеспечения установленного порядка деятельности судов, влечет или неисполнение распоряжения судей о прекращении действий нарушающих установленных в суде правил, влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей или административный арет на срок до 15 суток. – Права понятны участникам процесса? – Понятны. – Будут какие-либо заявления о ходатайстве? – Да, будут ходатайства. В предыдущем судебном заседании мы запрашивали, суд запрашивал оригиналы документов, соответственно, хотелось бы узнать, пришли ли документы, если пришли, то, соответственно, ознакомиться, ну, вообще, что пришло. – Ну, вы вправе ознакомиться с материалами дела, не у суда, спрашивать какие документы? – Значит, у меня ходатайство сделать перерыв для ознакомления с теми материалами дела, если они не пришли, если они не пришли, но все равно убедиться, что ничего ни одного не появилось. – В судебном заседании является перерыв на 15 минут для ознакомления представителя и ответчика с материалами дела. – Судебный сайт, перерыв. – Деньги есть на подчереведческую экспертизу? – Неправный подписывал, значит, нам доказывать. – Ну, будем доказывать. – Наше ходатайство по экспертизе – это доказательство. – О, мой источник до сих пор лежит. Судебный, наверное, осознал, что не надо выкидывать материалы из дела. Сейчас в целый раз за ходатайство все-таки приобщит туда. Номер присылает этому источку. Или оно что, месяц лежит здесь, что ли? Так, ну, может быть. – Согольного сестра? – Не знаю. – Ну, неужели тут за месяц ни одного судебного заседания нет? – Ну, да, вряд ли. – Слушай, это надо, конечно. – Как доказательство. – Угу. – Сажать все. Судебное заседание продолжается. Пожалуйста, вот какие-либо еще заявления. – Да, будет ходатайство. С учетом того, что я сейчас ознакомился, я увидел, что в наш адрес, ну, в адрес суда направлены материалы дела, которые запрашивали судом оригиналы. Ну, до сих пор к ним не дошли, поэтому я не вижу, как другого основания, как отложиться до момента, когда придут ригналы документов, соответственно, мы их изучим. Скорее всего, мы заявим экспертизу подчерковеческую. Считаю, что невозможно в данном судебном заседании рассмотреть дело по существу. – У вас все? – Да. – Присаживайтесь. – Значит, оглашается из дела 216, это сообщение Совкомбанка о том, что во исполнении запроса суда были направлены 17 апреля 2023 года оригиналы кредитного договора, оригинал согласия на дополнительные услуги, оригинал памятки к договору личного страхования, оригинал памятки к договору личного страхования на сумму 230 тысяч рублей, согласие на обработку персональных данных оригинал. Копия паспорта заведена живой подписью сотрудников банка, оригиналы анкеты заявления на получение потребительского кредита и оригиналы документов, подтверждающих получение банковских карт. Также было сообщено о том, что оригиналы, направленные курьер-сервис-экспресс с соответствующим трек-номером в город Мурманск, они прибыли только 21 апреля. В связи с чем, до настоящего времени курьер в адрес суда фазных документов еще не привез. С учетом вода, как сторона ответчика и поступивших сведений со стороны ИСЦА, в судебное заседание объявляется перерыв до 5 мая до 11 часов 30 минут. Судебное заседание перерыв. В предыдущем судебное заседание этот листочек перерыв? Я не могу вам сказать, я не знаю. Вы же в прошлом судебное заседание были, да? В прошлом? С вами? Да, я. Помните ситуацию, когда судья вот так вот бросил вот этот листочек? Он что-то лежит, что ли? Сто процентов этот листочек лежит уже. Лежи лицо. Да, да, вот. Фантастика. Неужели оно так долго лежит здесь? Я не знаю. Я не знаю, что это за бумага и вообще чья. Мы ее сфотографировали на всякий случай. Ну вы скажите суде, что вот из дела вывалился листочек, вывалился. Скажите, хорошо? Потому что тот процесс, как она его вытянула, он зафиксировал. Возьмите, пожалуйста. Уважаемый суд, я обратно ничего брать не буду. Это ваше право. И поскольку присаживайтесь, поскольку у нас... У меня возражения будут. Пожалуйста. Возражения. Значит, у меня возражения по поводу того, что отказано при общении в материалы дела тех доказательств, которые мы предоставили. Доказательствами являются любые сведения, которые говорят о тех либо иных фактах. Не заметил. Ничего вообще даже... Извиняюсь за выражение, в нагрузе висит все. Да. Секретарь сюда очень смотрела на это постоянно. Да давай, сколько нам потом покажут? Покажут. Ничего нет. Это муляж. На то, чтобы посмотреть реакцию судей, будут ли они каким-то образом... Пытаться обыскать, ощупать, дать указания, что чего носить, куда что положить и тому подобное. Ну, слава богу, этого не произошло. Так, ладно. Это пока тебе отдают. В следующий раз нам нужно сока лежать. Ну, в этот раз было все спокойно. Я стоял, мне не предложили сесть. Сейчас уже знаю этот верх. Девушка, это, понимаешь... Это фишка, что этот листочек лежит до сих пор. Это фишка. Я вот не удивлюсь, если этот листочек в деле появится. Под предлогом, что нечаянно выпал. Тем более, мы сейчас обратили на это внимание, через секретаря передали. На самом деле, вот тот жест, который был сделан, я тебе как бы говорил, что это основным будет доводом, в случае чего от элиакционной инстанции заявляют. Наши показатели не приобщались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok